Рэйвен снова зашел достаточно далеко, в прошлый раз он дошел до топ-8, притом победил с аутмейкером. Пиро, пиро, мэн, большое спасибо за фолл, располагайся поудобнее, у нас уже топ-8, но в принципе еще много интересных пар, и сейчас у нас неистый Рэйвен против термина, у которого всегда есть план. Пока что раунд, конечно, не пользуется термином, складывается, приходится ему реверсал отдавать ради того, чтобы выйти из угла, но пока что этот реверсал очень неплохо окупился, то есть перспективно у него получилось выйти из угла, при всем этом он смог даже рецептнуть для себя позицию и выйти на серединку экрана за счет просто банального кроссапа. Паниш, ну не такой, конечно, сочный, как хотелось бы, там все-таки МП-кар-МП какой-нибудь можно было сделать, но... Уф, ауф... Вышифт! Ух ты! Причем еще вбрейк отдал термин, паниш бы, да, есть паниш, но не добивает от своего оппонента и крылка на шиме, кстати. При всем этом, кстати, с самим шиме термин так-то немножко облажался, потому что, судя по тому, что я видел на тилейном стриме, вифнул броском на урэйвен, а потом термин только нажал крылка и поф, контр-хит ему. Да, возможно, вбрейк там не нужен был, вот вэшифт интересно зашел, вот вбрейк, ну, продолжу так продолжу. Ух ты, кстати, вот эта подсечка, возможно, панишилась от Сагата, по-моему, там ДП-паниш достает. Ну, Сагата... Ну, сейчас он всех достает, и сильно порезали Харин в плане хитбоксов на хартбоксов, на рекавери свипов. И там можно панишить, в принципе. О-о-о-о, хороший бейтер должен быть килл, там, причем, оверкил неплохой был для терминера. Да. Это еще и неоптимальная комбай была. Ну, знаешь, возможно, в этой ситуации он не палился насчет оптимальности и неоптимальности, он просто сделал, куда пальцы легли, ради того, чтобы убить и сделать 1-0 свою пользу. Не могу здесь особо сильно осуждать. Еще, кстати, Карин панишится с прыжка. Всем ростом. Мало кто об этом знает, правда, я очень мало видел людей, которые панишат Карин с прыжка, но там более чем достаточно. Но не всем это нужно. Ги, например, это не нужно. И он хорошо. Это не нравится. Да, есть сейчас небольшой лайфлид на Нев Рейвена, но при всем этом термин отлично его разминает нейтрали, и все, вот уже лайфлид ушел. Ну, если термин начнет еще подсечки панишать от Нев Рейвена, то тогда у него начнутся огромные проблемы. Самое главное, что Нев Рейвен не пытается суперсильно прыгать на термин, так как, наверное, опасается его ДП. Термин же, в свою очередь, периодически прыгает на Нев Рейвена и не получает большого количества антиэйров. И это тоже плюс копилку для термина в этой ситуации. Ну что, это светлоин для термина. Метра у него, конечно, не очень много, но это не супер страшно. Я бы не сказал, что ему прям очень сильно нужен метр в этом матчапе. ДП и метрлос здесь работают, а зонинг, опять же, все это можно без метра делать, а метр потом сам накопится, и можно его вложить красиво во что-нибудь ДП. Вот это красиво, но второй метр, я думаю, зря отдался. Он сейчас вернется в нейтрал, у него не будет возможности пройти через шар еще раз. Стремноватый верхний фаербул термин. Повезло, что Нев Рейвен не отреагировал и не запанишал. Это да. Почему они не хотят прерывать? Ну, тем более у тебя есть золо и ДП просто на зле. Вот я и говорю, почему они не хотят прерывать там, нажать туда, лайт, там так и просится. Минус два, побоялся термин, мало ли какой-нибудь ДП сделать на ВРН, хотя, наверное, ДП его за бэкдер бы схватило. О, это тоже бы килл. Это килл. Быстро. Что ж, солидный термин. Солидный, смог отыграть. Ваноль в его пользу достаточно быстро, бодро и хорошо он разваливает Нев Рейвена, который заканчивает наш турнирный цикл. Пол marca в конверситете и дополнительно все вместе далеко. Солидный." Возвращение следует.